Движение пойдет снизу, а не сверху. А власть, она потянется за людьми. Куда она денется? Первая вакцинация всех чиновников провакцинировать. Если они не умрут, замечательно. А если умрут, еще лучше. Что такое капитализм? Это фашизм обыкновенный. В ближайшие сроки такие перетрубации будут изменения. Мы сейчас на пороге рассвета очень большого. Все, капитализм изжил себя. Будет восстановлен Советский Союз. В новом ключе возродится вот это объединение. Социалист был на Руси всегда. Это вечевая форма. До христианства вообще, до талака веча. Все это держалось на культуре. И основной частью этой культуры это было отношение особое к природе. По предсказаниям святых подвижников, известных Ивангии, Анастасии, человечество новое место силы в себе обретет и выйдет на новые социалистические некие отношения. Скажи свою сверхидею. Основную задачу экология поставил и здоровый образ жизни. Политика основная сегодняшнего дня это здоровый образ жизни для каждого человека. Сейчас никакая религия не работает. Все это развалилось, растаяло. Религия это экология. Экология наука о доме переводится. То есть как обитать, как бытовать. Храм будущего это айкумена. Будущего это среда обитания. Смыслом жизни глобально в экологическом измерении является для любого живого организма, а мы живые организмы. На 50 процентов некоторые условно живые. Оставить потомство лучшее чем ты сам. От микроба до планеты галактик. То есть все идет на гармонизацию, на улучшение космоса. Если учесть, что мы продукт среды обитания, в которой мы живем, то значит верен и такой постулат, что оставить среду лучше чем ты взял. Я верю в реинкарнацию, понимаю, что жизненный план не равен физиологической жизни. Жизненный план уходит на сотни воплощений. Жизненный план может затрагивать сотни и тысячи лет. То если мы ставим такую постановку задач и жизненную позицию, как экология и здоровый образ жизни, то мы прокладываем усовершенствование на сотни поколений своего рода. Это и есть родовод. То есть я включаюсь в такой длинный колодец, тоннель из воплощений. То есть каждое кольцо этого воплощения, это колено. И вот в этом колене я уже могу заложить жизненный план, ну как минимум на пять-десять колен вперед. И поэтому возникает много вопросов к той же пермакультуре. Очень скользкий вопрос такой пермакультуры и духовность, которая хоть и мыслит сотнями лет вперед, но не мыслит реинкарнации, не мыслит такими вещами, как... Там есть очень скользкие такие вещи, которые многие сейчас захотят, может от меня услышать мнение, хотя мне вопроса не задается, что такое там гуманная эксплуатация земли. Вот я люблю курицу, да, жареную. То есть, да, и там парень говорит, я люблю свою девушку, там родитель говорит, я люблю своих детей, ты их как любишь. Если я люблю землю, это невозможна ее эксплуатация. Какой-то договор с землей подписывается, как это, брачный контракт, да. Вот такая вот природообразная философия, она ставит пермакультуру на место. Это просто некие костыли, некие подпорки или телега, на которые можно хорошо подъехать к понятию вечность. Но если мы с вечностью определились, то остается ее обустроить. А обустройство это и есть. Наука о доме, экология и пермакультура здесь тоже у меня. Я зуб на нее не имею, я сам ее тщательно изучаю. Но, в общем-то, это наработки всех колыбельных цивилизаций, которые с покон веку здесь жили. У меня четкое видение того, что мы конгрегация богов. Это наш нормальный статус. Мы живем вечно. Живем вечно, перерождаясь в своих... Перерождаясь вновь в семьях, которые мы сделали лучше уже своей жизнью и сделали им среду лучшую. И здесь понятие духа... Духа, как у меня, выступает как некого GPS. То есть у нас есть душа как орган. Дело в том, что мы можем давать задания душе и душа с удовольствием их исполняет. Если мы живем не по совести, то душа от нас уходит, обижается. Когда душа уходит, то есть ты становишься уже биороботом? Да, она... Ну вот, как то боксер. Я тоже в детстве боксер был у меня. Я любил кусаться, драться, и у меня зубы половина не свои, там, вставленные. Вот как я воспринимаю сейчас... А что такое душа? Что такое дух? Дух — это GPS, который ждет от нас жизненной программы. И когда я задаю эту жизненную программу, то этот GPS — дух в виде совести, в виде все, что со... Сотворение, совесть, сознание, слова... Совместно, вместе. Вот это белый квадратик, как в книгах Владимира Николаевича Мегре, от пророка и подвижника, Анастасии, святого подвижника, я считаю. Вот этот дух в белой квадрате в каждом человеке, он включается, он только ждет этого вопроса. И он эту программу вставляет нам прямо вот сюда, вот говорят, на лбу написано, то есть у человека. У человека появляется тело миссии, тело судьбы, и он идет этой веселой походкой. За ним это прерогатива мужчины, конечно. То есть дух — это когда человек духовно сильным становится, у него есть конкретная цель... Конкретная жизненная программа... По взгляду видно, что он уже... У него есть духовное направление... Да. Глаза начинают гореть неземным огнем или суперземным огнем. Этот человек, он, конечно, притягателен. Вот меня осенило через определенные инициации. Жаль, у нас сейчас не проводят инициации. У меня было посвящение... Я уходил в трясину в Байкальской тайге на мысе Баргузин, там конкретно бухта Кракалевая. И посвящение было конкретно от... Ну, лично мне дарованное, считаю, от духа леса, от тайги сибирской. Инициация интересна тем, что ты, если знаешь, что с тобой будет происходить, ты никогда туда не пойдешь, потому что знал бы соломку под стелью. И, ну, сажать деревья с упорством порнокопытного. Это у меня пошло оттуда. Это было в 2001 году. И с тех пор, ну, всякие откровения ко мне приходили по-разному. Люди ищут инициации. Это так называемые дважды рожденные люди, которые проходили. У каждого она своя. На кого-то, кого-то маланкой в голову ударило, на кого-то балкон упал, он живой остался. Ну, и все, кто прочитали, говорят, для женщин инициация, это роды. Это всегда не... Инициация, это то, где пограничное состояние между жизнью и смертью, и ты не знаешь, что тебя ждет. То есть, когда человек уже понимает, что не просто туловище, что он начинает, ну, в нем дух просыпается. Да. Происходят какие-то моменты, связанные со смертью, и у человека как бы дух... Дух задает вопрос, и он как котенка или щенка тебя трепет, то есть, вытряхивает, и ты видишь со стороны свою утлую жизнь. Но, как правило, инициации происходят добровольно, потому что человек с детства ищет правду или истину. Правд много, истин немного. Истина, что вот... Истина, это центрующая человека. Вещь, например, вот жизненная позиция, она на истинах. Поскольку мы существа прямоходящие и прямые, в общем-то, неподобие даже. А дети боя, говорю, мы конгрегация богов, это нормальный наш статус. Весь вопрос в том, кто и как себя сотворяет как творца, как бога. Вот съемка, это же искусство. Это бесконечная работа над собой. И не просто развитие, а творческое развитие. То есть, мы рождаемся для дважды рожденных, если как не туловище, то для развития. И в чем тогда это развитие? Самое лучшее развитие, это творческое развитие, это и есть сотворение. То есть, осознанный контакт с живой природой. Потому что в поселках есть такая... Ну, есть такое, можно провалиться в смерть, а можно провалиться в жизнь. Вот провалиться в жизнь, я называю это условно живые. То есть, это люди... Страшно не спящие люди или не проснувшиеся, а проснувшиеся и опять заснувшие. То есть, это люди, которые нарисовали себе глаза вот здесь на веках, а глаза их закрыты. На санскрите, в ведической литературе это невежды называется. Невежды, века вижу, невежда. То есть, человек, закрывший глаза. Он проснулся и решил дальше спать. То есть, вроде их очень много в поселках. Я их еще называю зайчики в трамвайчике. Ну, есть между нами такие ребята, которые как флюгера будут поворачиваться в ту сторону. Тут пермакультура, они в пермакультуру. Тут туда, тут сюда. Нет, так с духом не пойдет. С духом в эти игрушки не поиграешь. Дух ставит, задает тебе вопросы и ты должен ответить. Потому что он внутри и снаружи. А тесно существующий везде. Есть такая молитва. И я думаю, вы поймете о чем. Вообще, духовность это не какая-то шутка, которую во шрамах продают в виде маха-просада. Это духовностью занимаются спецслужбы. Это и бесконтактный бой, это и технологии, как ходить по воде и летать по воздуху. То есть, мы понимаем, что вот эта вот наша чекушка работает только на 5%. А это всего лишь биокомпьютер. А в нас очень много нашпиговано творца. Это и душа, и дух, и интуиция, психосоматика и все эти вещи. Это, я имею большую честь в жизни вот это вот время перемен. И я думаю, что даже вот своими этими глазами вот этого воплощения я увижу все эти чудеса. Которые не чудеса, а вся мечта, заложенная в нас создателем. Вот. И многие вещи, я думаю, почему мне так в жизни не везет. Вот сейчас я нахожусь под этим замечательным солнцем. В самом прекрасном месте, по-моему, в зоне повышенного панендемизма. Растений и животных на Приморье я нахожусь. Сейчас конкретно это город Находка. Недалеко мы гора Сестра. Я передаю пламенные приветы всем, кто меня видит и слышит. И мы разговариваем с Николаем Падеем, это известный человек. В Индии пугают именно колесом сансары. Говорят, что вот... Что это что-то плохое, они говорят. Что, знаешь, нужно обязательно выйти из этого колеса. А, нирвана не штопана, да. Бог нас сотворил, и мы дети Бога. И Он нам подарил эту прекрасную землю с огромным потенциалом. И я считаю, что наша задача это совершенствовать эту среду обитания. И не может быть сверхзадачи просто вернуться обратно к папе. Вот ты родил своего сына, и представь, твой сын растет, растет, набирается опыта. У него мечта опять вернуться в подлон отца, понимаешь? Угу. Глупиться обратно в яичко. Я думаю, что все-таки цель Бога была в том, чтобы человек стал сам Богом. Еще даже любой отец мечтает, чтобы его сын стал более совершенным, создавал более совершенные пространства, садил прекрасные сады. Многие религии нас уводят просто не туда. Да, это ловушка, это такой ларчик, который захлопывается и ведет к очень важному вопросу, скажем, даже на уровне жизни и смерти. То есть многие в поселки пошли для того, чтобы улучшить свои жилищные условия и развиваться. Ну, я уже сказал, такой постулат, скажем, аксиома даже, это истина определенная. Мы пришли развиваться. Все в жизни идет к развитию. Это один из важнейших законов биологических систем и вообще планетарных систем. Всегда идет развитие. Люди вместо развития просто... Ну, пермакультура, она претендует просто на комфортное обитание, экологически чистое, для улучшения жилищных условий. Следующий шаг – это развитие. То есть мы улучшили свои жилищные условия. Но развиваться каким путем? И вот это вот колесо сансары, которое как бы его опорачивает и говорят, что это порочное что-то. Это вот я йогнутая называю такая категория людей. Улететь туда в открытый космос, потерять свою шкурку – это, конечно, ловушка. Потому что колесо сансары нормально у ведических, у ариев настоящих. Это божественная, священная вещь. И есть такой народ – хунзиты. И рядом там 6 или 7 народов, которые долгожители, живут там на абрикосах. У них европейские черты лица, потому что там древоиды. В общем-то, Индия там уже перемешана с местным аборигенным населением. Брахманы как ни старались вот этот закон Рита соблюдать. Все равно они стали чернокожими. Это откуда пошло раздавать конфеты детям, давать яблоки. Это для того, чтобы это условно сделать что-то лучшее для детей. А в нашем понимании это сделать поместье, сад, заложить здоровые, нормальные, кооперативные отношения, какое-то социальное государство или общину построить. Для того, чтобы воплотиться в ней сюда вновь. И бабушки и дедушки, даже не понимая этого, они понимают, что они стоят у черты. И следующее воплощение – это старики добреют, мудрые мудреют и добреют. Их тянет к детям. Это нормальное, это природное физиологическое понимание. И потом, зачем человеку дан физиологический возраст? Вот где-то родный возраст до 60-ти условно, 60, ну кто-то в 70, там мужчины, там Порфирий Иванов. А потом человеку еще отмерен такой же срок – 140 лет. Хунзиты живут там, средний возраст – 120 и до 160 – это реально. Зачем физиологически вот наша шкурка, наше драгоценное тело может столько жить? Для того, чтобы аккумулировать опыт и передать его детям. И еще поработать максимально над средой уже под влиянием опыта, который получил. То есть этот путь от мальчика Пети там, да, который там в шортиках стоит, пионера, до деда с тесьмой, бородой и с посохом. Вот этот вот путь еще отмеренный, еще кому 70, кому 60 лет после 60. Наши вот, говорю, наркомовские 120 лет отмеренные, как нам обещали при социализме. Таким образом, колесо сансары – это божественная, прекрасная вещь. И вылетать из него, ну, только чокнутые могут быть. И вот здесь я резюмирую, что для меня смысл не для улучшения жилищных условий мы уходили. Я вообще понимаю, что мерзнуть, голодать и претерпевать трудности – это полезно для развития, очень даже хорошо, и для тела в том числе. Водитель дивана, он быстрее уйдет в это, покинет колесо сансары, блин, чем это самое. А смысл в осознанном развитии через контакт с живой природой. Вот что, в принципе, на что и претендует пермакультура, но она не копает глубоко о перевоплощении, о реинкарнации. Эти вещи надо поднимать на уровне школьной программы, потому что настолько все уже становится очевидным. Этот аквариум разбился, все интернет, дурнет, как я его называю, все ресурсы, все кишит. Можно любую информацию поднять и поднять свой род и так далее. Поэтому развитие через осознанный творческий, я бы еще добавил, творческий контакт с живой природой, потому что мы являемся главной связующей биологической цепи, творческим разумом биологической цепи. Сама по себе биологическое колесо, вот это вот, циклы все эти, они без человека не эволюционируют, не развиваются. Природа застынет в статике и дальше двигаться не будет. Многие ратуют за то, чтобы человечество вообще покинуло планету. Есть же версии происхождения человечества, это тайна тоже, которую они раскрывают. Говорят, что природа восторжествует, все тут покроется лесами и там много фантастики. Голливуд нас к этому, в общем-то, и готовит, потому что там тоже засели эти. Живут же люди в Голливуде, да? Мое мнение, что природа умрет буквально в ближайшие сто лет, когда человечество исчезнет, просто от скуки, просто от грусти. Потому что человек это нейронная клетка, каждый человек. А все мы образуем на сферу, сферу разума, это творческий разум планеты, человечество. Сейчас у нас время перехода, сейчас дребоданит человечество. Дворяне, Третьяков писал сам, известный человек Третьяковской галереи, говорит, пуговица оторвалась сам при шее, потому что в этом есть большая истина, сам себя обслужи. Какой-то там генерал или советник туалеты мыл, чтобы работать над гордыней. Любое занятие – это работа над характером, потому что у нас у всех гора внутри. Ключи от мира мне подарили, я богом избранный. Вот эта богом избранность, она и погубила. И евреи, и поляки страдают от целой народа. Вот на чем этот культ гедонизма? На богом избранности. Ты себя вычленяешь из природы. Ты тут вершина всего. Ну, твоя… Ну, ты… Насекомная ценность твоя все равно в отдельности человека. А вот этноса у нас… Вот говорят, кто такие арии? Это этнос. Это не черепа. Мама, выдай мне рулетку, чтобы мерить ей объем головы. Что я буду мерить, сколько там этого? Мозг действенный все равно на 5% работает. И потом, мозг – это только компьютер. Даже это провода от компьютера. Это не душа, не сердце. Это тайна. Что такое мозг? Что такое сердце? Как это взаимодействовать с человеком? Что такое совесть? Сколько они оперировали? Никто органа такого, как совесть, не доставал из человека. Это опять же туловище, оно не живет без духа. Да. На 5% физиологии… Мы пищей на 5%. Остальное – это волновая природа. С какой руки подали? Какое было настроение? Вот эта сказка про отравленное яблоко, что там старушка дал, и там царевна заснула. Недоброй руки – это уже отравлено. А что говорить в магазинах, что 20 химических обработок выращено? Это не еда, ее на компостную кучу нельзя выкидывать. И вот волновая природа, она важнее. Мы… Шкурка вот эта живет за счет духа, за счет того, что глаза горят. А многие не живут, а ногами шаркнут. Знаете, как в концлагере, там человек, который начинал ногами шаркать, он через день умирал. То есть он потерял полный смысл, вообще полностью бессмыслица была. А выживали люди, у которых была цель выжить там, или отомстить, или увидеть родственников. Любая цель. И человек без цели, условно, живые их называют. То есть вот это просто гедонизм, то, что нам вешают вот это вот не наши ценности. Просто живи, там жить не тужить. Получается, вот есть ложные ценности, а есть истинные ценности. Да. Это вот все технократическое, это все ложные ценности. Оно уводит в сторону. Вся вот эта химия, она все… Ложь, ложь. Приносит болезни, в итоге смерть. И все все гонятся за этими тачками крутыми. Оккультный мир. Они все, ну, потом остаются ни с чем, у разбитого корыта. Да, как это, старуха у разбитого корыта, хорошая сказка. Хочу быть владелицей, там, мира, там, морской. В итоге все закончилось. Да. А те, кто понимают истинные ценности. Вот истинные, что такое истинные ценности? Истинные ценности – это дети. Это природа, которая окружает. Это ребенок, который должен расти среди вот этого живого пространства. Срывать дерево, яблоко с дерева, не в магазине. Нависало что все. Обработанное, покупать. И когда ребенок вырастает в этой естественной среде, когда роды происходят дома, там, с отцом. Ты, кстати, как дома рожал? Всех троих дома. Вот пуповину перерезал секатором. Фискарс, блин. Молодец. Мы тоже рожаем вместе. Интересный процесс. И когда вот это все происходит, понимаешь, это все естественно, это все божественно. И вот это истинные ценности. То есть, есть ложные ценности, есть истинные. Те, кто за ложными ценностями гонится, то есть, потребности они не заканчиваются. Жадность. Не, не наешься этим яблоком никогда. И там счастья, причем нету. Где посмотри этого миллиардера, кто у него дети? Там либо наркоманы, либо такие. Там кука спрятана в этом сундучке. Там счастья нету. А счастья, оно реально, там кто? Тот, кто познал истинные ценности. Истинные ценности – это твои дети, природа, естественное питание, родовое поместье. Творчество, да, живое. Когда ты деревья садишь. Опять же, когда ты это деревья садишь с детьми. И нету заказчика, нету суеты, что у тебя заказ, объект, предоплата, все, время пошло, все закроем, мобильники выкинули, закрылись, так доску стругаем. Это яблоня потом приносит тебе с любовью эти яблоки, и их срывают твои дети. Понимаешь? И когда ты уже уходишь, мерность меняешь, и потом твои внуки в этом же саду живут там. Даже не уходишь, будешь дальше там ходить по саду и ждать там, когда правнуки. То есть, по крайней мере, после тебя останется там сад, поместье, и твои внуки будут здоровыми. Сейчас такие процессы переломные происходят, что вот и ученые, и все вот, все выплескаться, не могут уже держать, говорю, как аквариум разбился и все лежит. Вот здесь рыбы плещутся, здесь эти камушки, стекляшки, все вот, разговор про это. В оккультном мире ложе все живут. Ну что тут добавишь? И там дальше. Потребно лжи, все новые и новые обличья. Ну, все понятно. То есть, человек этот вот, он за лживыми ценностями понесся, и вот, ну, не наестся. Дыра вот, он и пьет, и ест, вот как эти аллигаторы, они любят пожрать. Они потом на наркотик не пьют? Да. Есть какое-то отделение. У меня нету. Мне друг, эти аллигаторы, горбатые и золотые рыбки. То есть, вот эти горбатятся, эти аллигаторы на горбатых. И золотые рыбки, это аллигаторы, их держат и прикармливают. Там, киркоровы все это вот, блески, блески, как эти, как этот краб из маны. Которые даже детей, понимаешь, родить не могут нормально. Да. А что это и те, и те, и все, то есть, вот какая-то золотая середина. Это вот народообразный человек, как сказал, народообразный стиль понимания. Вот щетинина, а не вспоминать, вспоминать бесконечно, идти к этому человеку. Вот. И здесь на научном уровне это все уже открыто и проходит, просачивается. То есть, еда вот этот вот там, любовью там занимается, там еще что-то. Это все не дает счастья. Лексус или еще что-то, оно на уровне гормонального, вот это протестерон, ну известно, что все это идет из мозга и из гормональной системы. То есть, даже были эксперименты в 60-е, дают электроимпусы у женщины, ощущение, что она ребенка кормит грудью, хотя она не кормит. Там можно человеку, да проводили даже на животных, в центре удовольствия, крысы на эту педаль давят, пока не сдохнет. То есть, вот это наркоманское. И у нас внутри это заложено в виде. У нас же вырабатывается и алкоголь в небольших количествах, и никотин, и кофеин. Это все вырабатывается. То есть, но мы это получаем как настоящее счастье внутри. То есть, это гормональная система. Система. Работает. Это система тела, система шкурки, в общем-то. Но человек всегда выше, чем шкурка. И вот ученые тоже к этому приходят, что самые высшие гормоны счастья, долгосрочные и длительные, дает осознанное развивающее творчество. То есть, когда ты ставишь себе сверхзадачу, которую до того никто из людей вообще не выполнял из тех, кто ты знаешь, и ты ее решаешь, тебе дается длительное на всю жизнь ощущение счастья. Например, домашние роды. Например, построить свой дом. Поэтому посадить дерево, построить дом, вырасти детей – это долгосрочное, настоящее, самое настоящее первостепенное счастье, как награда от высших сил от творца. Причем ты еще наслаждение смотришь. Ну, все дадут подтверждение. Ты на звуков смотришь, ты еще наслаждение смотришь. Да, что вот. Потом уже в старости ты получаешь. Как ретроспектива. До меня дошла информация, что ты книгу уже заканчиваешь, «Лесосад» называется. Расскажи о книге, как проходила работа и вообще о чем эта книга. Да, пока она писалась, целых три жизни прошло. Потому что, может, на чувственном уровне даже и десяток жизней прожил. То есть, когда начинали, не было же этих гаджетов интернета как такового. Я сидел в библиотеках и писал ее. Появились ресурсы, ну и, соответственно, там вся эта англосаксонская литература, американская повылазила. В общем-то, научные книги, они пишутся на английском и на русском основное. Остальные все, ну, есть на китайском, но я это не воспринимаю. То есть, если европейская цивилизация, то это так. Я книгу переписал ее. Ну, в общем-то, в 2007-м был вариант уже готовый. Но потом пошла прямо прорыв информации. Очень много пошло вот это вот «Лесосады». Я назвал эту тему в 2007-м. Стал про нее, в общем-то, называть. Я не думал, что это станет брендом, но люди, вот как вообще образ существует, его подхватывают люди. Когда он понятен и ребенку, и старику, что это замечательно, что это ведет. «Лесосад» — такое емкое, звучное название. Оно перешло, я отформатировал книгу под «Лесосад». Это было где-то, ну, потом там перетурбаться из семьей. Семейная жизнь началась, родились дети, и там я еще раз пересмотрел книгу. И всплыло новое такое направление, как не «Лесосад», а именно как процесс, как вообще такая медитация или работа над собой агролесоводство. То есть «Лесообразное садоводство», вот так это называлось. То есть эта книга так и будет. «Видение в лесообразное садоводство». Потому что, ну, «Лесосад» он не так емко определяет. То есть вот эта тайга, которую мы видим вокруг, это и есть «Лесосад». То есть здесь преимущественно плодово-медоносные породы, и вообще нету никаких неполезных вещей. Но человеку нужно сразу первое, второе, третье. Вот человек выходит, да, я хочу знать, что мне посадить первым, вторым и третьим. И что из этого всего многообразия флоры? А у нас на планете полмиллиона видов, 500 тысяч видов. Какие-то вот мне 7-9 тысяч видов, как вот в Анастасии написано, 9 тысяч видов растений знал человек. Взять да и посадить на своем гектаре, полтора гектара или десять гектар. Кто сколько сможет освоить. Вообще изначально в книгах не была описана тема гектара, потому что гектара описал Владимир Николаевич. Сессия сказала о пространстве. Говорит, некое пространство, пространство дружбы, пространство отдыха, радушное пространство или пространство любви, как оно называется. Не менее гектара. Не менее гектара. То есть оно может быть и больше, если ты можешь его охватить. Оно как плацента, она как пуповина от матери, которая тебя питает. И это то место, которое ты любишь и помнишь всю жизнь. И, соответственно, это место помнит о тебе. Ну и здесь по дороге читали стихи Экзюпери «Маленький принц». Ты не можешь познать ничего из того, что ты не приручил. То, что ты не сделал ближе к своему сердцу. То, что ты не познал, ну, как КПС, кровь, пот и слезы, как говорится. Если ты это... Вот почему домашние роды? Потому что ты принимаешь ребенка. Почему? Что ты больше всего любишь в жизни? Жену, естественно, своих детей и пространство, с которым ты с женой и с детьми организовал. Потому что это и есть истинная настоящая связь. Она из вечно родилась, она и музыка, и слово, она и есть всего живого, непознаваемая связь. Непознаваемая, потому что ты это не познаешь мозгами, ты можешь это ведать. Поэтому ведическая культура, она базируется на мышечной памяти, на памяти чувств, на генетической памяти крови. Мы это все проживали и мы знаем, что это нормально. Нам навязывают другие ценности, но мы знаем, что это нормально. И вот только через это, только через то, что ты познал, почему важно не просто натаскать, бизнес устроить, продать, купить, продать и все на блеск монет поменять. Нет, вырастить это, сделать это близким к себе. И тогда это дерево, которое ты вырастил из семечки, ты уже не можешь его продать. Ты не сможешь это от своего ребенка выкинуть просто на сопки, оно становится немножко роднее. Я много сажал деревья по городу, я знаю, как сердце кровью обливается, когда дерево сломали, когда ты его подвязываешь. Потом в конечном счете я понял, ну его нафиг, я против привлекательного образа города. Я стал сажать деревья за город, то есть загородные ботанические сады. Вот это вот деревья, которые страдают в городе, это для меня немыслимо. Если я уже сажаю деревья, я вношу на них кадастровый номер. Мы договариваемся с архитектурой, мы берем спонсоров. Так, ребята, все хорошо, конечно, я за коммунизм, но деревья стоят денег. 10 долларов минимум, пожалуйста. Если ты уважаешь мои дела, мою работу, вот эти руки, давай заплати. И совсем другое отношение. Деревья огораживают, косят уже там, зеленстрой подключается и так далее. Пускай и небольшими темпами, но главное, как, вот каким образом, а не что сделать. Потому что что, вот можно, пыль в глаза, как эти посадки кедров. Я помню первая вот эта эйфория, когда сажали в городах кедровые аллеи. Из них остается из 50 одно дерево. Это неправильно, я считаю. То есть нужно нормально, с чувством смиры, с расстановкой тактично, без фанатизма, без эйфории, с холодным умом, с горячим сердцем сажать и тогда получать результаты. То есть работать на КПД. Но когда КПД посадок 10 процентов, ну зачем это? То есть есть тайга, можно аккуратно брать саженцы, которые в природе все равно идет семенной дождь. Миллионы растений просто погибают, потому что так природой заведено. Из тысячи вырастает одно дерево, из тысячи орехов. Берешь, адаптируешь, аккуратно пересаживаешь, договариваешься. Где-то в городе, где по жилью, везде идет такая тихая работа, тихое геройство серых будней. Вот герой, белая раса сейчас вымирает. Это не шутки, я думал это шутки. 6-8 процентов осталось белых людей. Я шучу, если ты не хочешь родиться в черном теле в следующей жизни, то нужно подумать о том 5-6 детей. Вот оно тихое геройство. Просто тихо, скромно вырасти 5 человек, людей. Именно люди, чтобы вырос, а не не люди. И вот для этого нужна эта среда, это работа вместе с детьми. Как образовательные программы, как гуманная педагогика, посадка деревьев. Детские сады, школы, зрелищные заведения, все эти кинотеатры и все это, там ЗАГСы. Там везде надо сажать красиво. Почему у Япошек китайцы приезжают? Они везде, места памяти, везде у них это и кладбище и там, они все это обустраивают за свой счет. У них везде великое уважение к своей органике. Вот нам тоже надо взять, нам, ну говорю, значит я, я первый, вот я и начал это делать. Дорога идет, молодожены к ЗАГСу, магнолии должны встречать. Там где-то детские сады, там должны быть магнолии, лимонники. Все эти дубы и вся эта красота. И бабушка там, нянька травница должна рассказывать, вот это вот полынь, вот это того, вот это того. Должна, обязана, мы живем в долженстве, а другого нету. Мы обязаны своему роду, мы обязаны быть невыродками. Потому что и постоянно напоминать и вспоминать, что я красивый, честный, совестливый, настоящий человек. Добро оно должно быть тоже за зубами, я считаю. То есть надо обороняться, когда идут какие-то там, опорачивают. Где-то, вот есть ваеризм, посмотрят, допустим, и нигде не расскажут, там возьмут себе. Такое, знаете, есть в наше время. Богиня Кали такая есть, такая женщина, она пьянит, как вино. И время Калиюга называется, время обмана. То есть такая пролая, скажем, ну кто читал веды, знает эти все вещи. Надо учитывать особенности времени. Не смотреть на ледник, а учитывать его дыхание. Потому что, когда ты смотришь на него, начинаешь бороться, вот как муха прилетела. Кто такую кучу навалил? Это кто такой негодяй? И она в этой куче ползает по ней. Там у нее уже потомство заводится, и вся ее жизнь там протекает. Если мы ищем благодать, благоговение перед природой, то мы летим на мед, на нектар. Пчела всегда видит мед. Комары летят на кровь. Каждое понять тоже, какое я существо, что мне притягательно. Тогда я не смотрю на ледник. Девочка-ледник гениальная книжка. Потому что, когда ты смотришь на негатив, ты даешь ему силу. Это действительно так. Особенно, когда идут обсуждения, когда усилится коллективная мысль. Это просто как колесо. Вот такое, говорю, как жук с кораблей. Вот этот ком навоза начинает толкать. И потом он уже не может удержаться. Он сам за ним катится, за этим шаром. Самая главная победа, вот вам рецепт от Орлова. Это победа над негативным мышлением. Не надо, чтобы у вас была улыбка от уха до уха. Хотя это тоже хорошо. Не надо голливудских глазами подмигивать, как у них это заведено. А надо просто побороть. Вот главный враг человечества, он в каждом человеке сидит. Это негативное мышление. Вот не будет, будет болячка, не получится. Это значит, ты смотришь на ледник. Внимание твое направлено в дыру. Дыру можно везде найти. Значит, наоборот. Надо выйти из этой дыры и увидеть прекрасное желаемое будущее. Потому что если будущее есть, оно только позитивное. И вот эта девочка-ледник, это очень хорошая глава про то, как программа человеку дарована из всех живых существ, обитающих в космосе, вот в зримой материи, возможность выбирать хорошее и его умножать. Приумножать красоту, приумножать благосостояние, умиротворение. На разных планах, не только руками. И мыслить про хорошее, иметь цельное видение на хорошее, ориентироваться как на запах нектара, как на что-то, как на амброзию. Это в золотые времена человечества. Во всех религиях есть воспоминания про золотые времена, когда там молочные реки, кисельные берега текли. И там была некая пища для людей, называлась амброзия. Она была универсальная, она везде росла. Постоянно искать вот эту вот пищу богов. Пища богов – это позитив. То есть человек питается конкретно позитивом. Нравится. Солнце нравится. Море нравится. Нравится. Всех люблю. А когда не нравится – всех ненавижу. Все вот это на П, на И. Вот это вот бурчание, урчание. Вы исключайтесь жизни и не поддерживайте эти разговоры. Как не поддерживать вот это черно-зеленое пламя, которое вот сейчас людей вот в душе, в душе пустота еще что-то. Вот наполнись. Люди спрашивают, что делать? Я это самое, вот смысла не вижу. Вот сейчас с моста, ай, тьфу, жизнь, блин. Дерево иди посади. Вот я подхожу, говорю, дерево посади. Ну, вот не знаешь зачем, потом поймешь зачем. Люди втягиваются, люди начинают сажать. Говорю, карму почистишь себе. Вот дерево, перед тем, как с моста, дерево посади. Завтра прыгнешь, он посадил. А потом, ну, послезавтра еще дерево посади. Хорошая такая практика вот от Орлова. Да, рецепт. Посадить дерево, вот просто начать садить деревья. На самом деле, я думаю, этой практике, наверное, не одна тысяча лет. И в ней не зря говорится, что надо посадить дерево, вырастить, сына построить дом. То есть в этой теме что-то заложено, да? Что ты садишь дерево, какая-то связь с Богом. Ты можешь в церкви молиться, там голову себе. Свечки, да, там ставить. Свечки ставить. Везет просто. Разве там какая-то есть, допустим, связь с Богом? Может быть, для Бога ценнее, если ты посадишь дерево? Везет, везет. Просто начинает вести тебе. И начинаешь думать. Наверное, потому что вот такое количество живых организмов прошло через мои руки. И они, добрый день, растут и радуются. И друзьям штук десять плацент закопано под деревья, которые я вырастил. По друзьям разошлось, спросили, вот родовое дерево можете там что-то из тайги брать? Ну, даже я беру из тайги, я заряжаю его своей душой. Говорят, как ты, вот чем ты там, что ты там посыпал? Я говорю, душу посыпал, вот душу взял вот отсюда и посыпал, посыпал. И оно с душой то, что выращено, это вот там нет энергии продажи, оно только вот такие расходятся. Я говорю, вот ребенку посадите, кедры, там разные деревья, дубы, ясени. И эта древняя мудрость вот с этими деревьями действительно начинает вести, просто везет на людей, на встречи. Какое-то внутри закладывается отношение, я хороший человек. Просто, а почему вот, а потому что деревья сажу. Вот какое-то хорошее чувство. Добрые дела, наверное, пора начать мерить уже количеством посаженных деревьев. С добрыми мыслями и с детьми есть. Эта истина, она не прописная, она в крови и вообще в генетическом коде. Это какая-то формула обитания в открытом космосе, потому что человек, инженерия вообще человеческого тела, она создана для обитания в лесу. Никакие мы не обезьяны, которые прыгали по деревьям, там вот это вот всякие. Сейчас все это вскрывается, оказывается, и деревья забирают ультрафиолет, они влажность воздуха для кожи создают. В любом климате именно лесное обитание, лесообразное. Вот это как раз разговор к книге. Такую книгу я и написал. Я сейчас внес в нее где-то 220 хвойных с 800 видов. Внес лианы и основные орехоплодные ягодные породы. Получилось где-то под 3000 видов. Вот эта книжка. Она уже сверстана, благо у меня жена дизайнер, но она всегда немножко беременна. Последние 7 лет, поэтому вот сейчас сын родился еще, третий сын в марте. Сейчас период кормления грудью пройдет, и я книгу выпущу. Потому что жена, ну как жены декабристов, как говорится. Жены – это что-то. Этим женщинам надо просто на руках носить, которые вот в это время сейчас помогают. Мне вот земля, а на ней еще огород, на ней еще домохозяйство. Ну, дочки там подрастают. Woodland Gardening – это последнее направление, которое больше всего мне понравилось. Это направление оказывается сады Woodland. Это именно сады лесообразные. Сады как форма жизни, как вообще философия обитания. Самое лучшее. Это сады под Азалией Рододендронной переводится так. Вот если дословно брать. То есть сады Рододендронов, Камелий, Магнолий – сады красоты, где разумным дополнением и бонусом идут плодовые породы. Условно плодовые такие – рябины, боярышники, калины всевозможные. Сады вот такой вот красоты для птиц, для животных. И остальное пространство – это яблони, груши, орехи и так далее. Но на первую очередь ставится красота как основная пища для души. То есть наша душа питается красотой. Особенно зрительный вектор, если мы воспринимаем высшими центрами, слухом, глазами. Говорят, что вот чушка там, кабан, он не может увидеть звезды, потому что у него шеи нет, он не может лыч от корыта оторвать и увидеть небо. Так вот человек – существо вертикальное, у нас есть все возможности, чтобы ощущать и видеть космос, его красоту. И вот космос на красоте – это красота цветка. Это, конечно, милые, любимые лица наших жён, детей. И на 90% мы питаемся волновой природой вот этой вот красоты. И эти сады будут очень красивы. И образцы этих садов – это ботанические сады. Они все в фонде ЮНЕСКО находятся. Здесь этот ботанический сад находится от 100 километров от моря. Это сплошной ботанический сад. Он во все времена и зимой, и летом, и весной, и осенью божественно красив. Я побывал, что-то подобие я увидел в саду Мустила. Это Мустила арборетум – это финский ботанический, который на широте Петрозаводска находится. И там преимущественно как раз породы дальневосточной тайги. И Северной Америки, башна-баш там. Вот сюда можно дополнить Северная Америка. А это дугласий, можно секуя-дендрон пробовать в приближной полосе. Он минус 30 выносит и так далее. Красивейшие вещи. Поднять уровень леса и так далее. На 2-3 раза мы можем представить сопки более высокими деревьями покрыты. Это в Северной Америке, это Канада. Как раз там такие Ель Ситхинская, дугласия Мензиса, тесолистная секуя-дендрон, который у меня уже в Беларуси выше дома вырос. Мне все приезжают там за гербариями профессора. Потому что ну вот я посадил и сейчас все другие начнут сажать. Вот так что ура из песни, ребята, вот за этой красотой. Что ты можешь сказать создателям родовых поместьй, как садить? Вот коротко можешь как-то зарядить? Потому что кто как садит? У меня ночью по дыме я расскажу, вот как садить лесосад. Если посмотреть Вудленд, я развернуто сейчас дам вебинар. Решил, сейчас заканчиваю, приезжаю. Во-первых, презентую Дальний Восток и хочу по Вудленд Гарнинг, лесообразному садоводству, по лесосадам в новом ключе, в новом хорошо забытом старом хочу дать вебинар. Там очень простая система такая. Первое, есть растения-индентификаторы лесосады. Это азалии, рододендроны. Это такие тактичные растения. Они не тяжелые в ограничении, они специфические. И их аналогом является голубика. Как раз голубика садовая. Вересковые они специфические. И по состоянию, можете ли вы не можете вырастить вересковые ягоды, в частности голубику садовую или щитковую, американская. Это американская черника по сути. Можно сказать, на каком стадии, на каком процессе у вас находится ваш Вудленд Гарден, лесообразный сад. Эта порода, она очень простая. Есть тысячи сортов уже. Она может расти от Грузии до севера Канады и средней полосы России. Просто у одних она получается, у других не получается. Здесь на Дальнем Востоке можно получать замечательную эту ягоду. А к слову скажу, что вересковые ягоды, в частности голубика, это один из продуктов долгожителей. Если вы хотите свои отмеренные 120 лет прожить, нужно съедать по стакану лицных ягод. Брусника, голубика, черника, клюква, шикша, морошка и так далее. Но в основном именно вересковые. Потому что морошка это розановая все-таки. Почему? Антиоксиданты очищают на уровне клеток. И финны все там открыли, там с борью пришли. Даже сиропы, даже вытяжки. То есть это диетическая ягода. Она омолаживает организм на клеточном уровне. Поэтому рододондроны. И первое, что не сажается же сад с рододондроном. Вам нужно вырастить. Во-первых, создать защиту от ветра. Даже на 5 сотках. То есть живая изгородь. По состоянию живой изгороди сразу можно... Ну вот, покажи мне свой сад и я скажу кто-то. Все сразу понятно. Человек познается в среде. Ну а все нам отмеренно и наилучшим образом жить в саду. В Woodland Garden, когда вы создаете живые изгороди, следующая это инфраструктура. Пока вы не можете победить ветер. Пока вы только сделали живые изгороди и посадили для Woodland Garden Самое лучшее. 50% хвойных, 50% лиственных. И лиственные хороши такие, как дубы. Их корни уходят за первые 10-20 лет. Дуб подсушивают вокруг себя. А потом он уходит корнями. И на его корнях очень хорошо растет микориза. До 30 микоризных грибов. А дальше и вересковой. Вересковой нужна грибница. И дуб как раз создает ажурную тень. И в частности из Дальнего Востока такие растения, как колопанокс, бархаты, ясени. Которые создают перестую такую тень на земле наподобие солнечные зайчики. Хвойные нужны для того, чтобы азалии не выгорали и рододендроны зимой. То есть мы за основу ставим типа крово-лесные ягоды. А верхний ярус именно благородные лесные парковые деревья, которые у нас в парках садятся. С примесью хвойных. Конечно, это лучше всего. Это кедровые сосны. Их сразу надо посадить. Сообразно проекту. А там есть нюансы. Я попозже расскажу. Орехоплодные сосны. И условно ореховые породы. Такие как тареи из семейства тисовых. Очень хороши. Гинго белоба. И все эти палеореликты, которые сохранились в культуре преимущественно. Там монахи возле монастырей в Китае гинго сохранили. Там какие-то еще вещи. И пока у вас это все не подрастает, надо заняться инфраструктурой. Нужно структурировать, сделать комфорт. Дорожки, разъезды, подвязки. Чтобы можно было на мини-тракторе подвезти. Горшки, почву и все остальное. Но в конечном счете, спустя 15, а у кого-то 30 лет, вы получаете замечательный лесосад. Это есть ради чего бороться. У кого-то это получится, если кто-то сейчас только на старте, это 15 лет. А если кто-то уже ввязался в тему, уже десятки лет занимается. Есть дачный опыт, то он может пятилетку за 3 года освоить. Лесосад можно поднять за 5 лет. Можно работать с крупномером, как здесь в тайге. Сразу привезти орехи. Можно хорошенько поработать с почвой. И понимать, что когда ты выращиваешь сад, ты не выращиваешь какую-то продукцию. Ты выращиваешь почву, землю под ногами. И эта земля уже даст свои плоды. А это значит не бороться с паразитами, не бороться с кротами. А приглашать всех и быть щедрым, кормить землю. Привозить постоянно материал. Опилки, шишечная шелуха. Все, все, все. Город дает огромное количество гумуса и отходов. Дерево отходов. Все это компостирование, компост. Землю надо кормить, чтобы она хорошо рожала. Женщина хорошо рожает, когда она хорошо накормлена. То же самое и земля. Она рожает урожай. И плодородие это сумма процессов. Всех этих процессов. Это новое мышление. Это некая агробиоценоза будущего лесосады. Которая родятся из философии, агролесоводческой философии. Агролесоводство в России введено уже. Вышел закон по законодательной базе про частные леса, про частные коллекции. Ты можешь сельхозземлю преобразовывать в частный лес. То есть, тут открыты все-все-все козыри, все карты. Пожалуйста, делай. Единственное, не хватает теорий и особенно не хватает практики. Из практиков я мало кого назову. Вот первый я. Там есть еще малоземельники. Курдюмов, есть там Железов. Опять же, есть Сидоренко там в Краснодарском крае. Советую смотреть, но думать своей головой. Смотреть, слушать, но не заслушиваться. Сепхольцер как? Замечательные ребята. Я отношусь как к своему деду. Такому кулатскому, такому жадному деду. Жадный фермер такой, который засел в селах и всем фиги показывает. И очень любит деньги. Но очень хорошо, досконально, как вся великая культура Третьего Рейха. Это наши же братья славяны. Только как янычары. И вот был там, знаете, хазарский каганат. Янычар. Славянских детей воспитывали против славян. Это вот как такие берсерки были. Они были самые ярые воины. Вот Третий Рейх. Это наши же ребята славяне. Уработанные до состояния Третьего Рейха. И Хольцер замечательный парень. Его работали. Его сделали жадным, я считаю. Ну, то есть там есть жилка такая. Вот фермерство, пермакультура. Он не назывался вообще пермакультурой. Но он знает все эти фишки. Он замечательный аквакультурщик. Он знает всю эту технику. И я за то, чтобы вообще европейские технологии с нашим менталитетом. То есть все эти технологии. Это наши же технологии. Ну, технологии. Ну, недавно на гравелетах летали. Есть же куча исторических. Вот, пожалуйста, засыпанные фундаменты. Был субтропический климат. И все эти камни ики. Которые полигональная кладка. Которые там крепости звезды. Ну, тут была офигенительная цивилизация. Тут летали, блин, эти экскаваторы по воздуху и все такое. Что там произошло, ну, это скоро будет понятно. И так уже понятно. То же, что с нами может произойти. Все это. Вулкан попыхивает. Все. Вот шарик изгрызли. Все терпят. А потом налетает какой-нибудь цунами. И все лежат. И все лысые, короче. Это когда, знаешь, люди не в ту сторону уколят. И начинают свою маму уже загрызать. Ну, ледник включается. Дракон начинает шевелиться. Матушка начинает как-то защищаться. И почищать эту шедшую технологию. А технический путь развития – это ошибка. То есть, определенно, что это… Вся техника – это пародия, взятая из природы. Вот все, что ни возьми. Видеокамера. Она у нас в голове. Флешка. Она у нас в памяти. В голове тоже. Компьютер. Ну, это же вот жидкокристалл. Вот мозги – это даже провода от компьютера. Мозг работает на 5%. То есть, у нас и телепортация заложена, и хождение по воде, и общение с друг другом на расстоянии. Все эти гаджеты – это нелепая, убогая пародия, которая не стоит даже упоминания. По сравнению, вот дети будущего – они будут ржать. Ну, у нас деды ходили там, это, в мелофон, там, что-то пиликали, блин. Не могли, блин, на расстоянии смс-ку, весточку послать. А биологически все эти… Услужливая жизнь на планете. Деревья служат тому, животное можно любое приручить, дрессировать. Ну, как финиш, деградация – это уже когда люди начинают химические лекарства потреблять. Да, да. Сверхдеградация – это… Сверхдеградация. И в итоге, как бы, ну, цивилизация… Деградация, да. Когда уже уничтожаются все леса, там… Фактически обезьяна с ядерной бомбой. Деволюция. Так вот, наша задача, я раз мы это все начинаем осознавать, все-таки сохранить эту цивилизацию и сделать ее… Новая цивилизация – это цивилизация совести. То есть, новое человечество – это будет не «homo советicus», как я говорю, а «homo советicus», то есть, это будет человек совестливый, человек ясный. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Там… Там…